И последний блок, который в учебниках представлен по поводу международного права прав человека, это механизмы реализации прав человека. Механизм защиты прав человека. Когда принялись в 1948 году декларацию, это декларация, это знаете, была такая шутка, сори, не знаю сейчас есть или нет, да, ты еще в ООН напиши жалобы, жалобы в ООН их написать на деревне девушки, то есть там правила какие-то есть, права есть, но нет механизма, как они могут реализоваться. То же самое с партами, двумя партами. Там есть механизм, он называется комитет по правам человека, вот здесь у нас. Комитет по правам человека, там есть такой экосос, экономический социальный совет, и в этом экосос есть комитет по правам человека, или комиссия по правам человека. Вот она следит за тем, чтобы пакт соблюдался. Но очень хлипко, я знаю, что у нас проблемы с этой комиссией, но каких-то особых трудностей не вижу. А вот есть одна конвенция, и она здесь запишена, которая состоит из двух частей. Вот у меня есть эта конвенция, очень маленькая, европейская конвенция 50-го года, она очень тоненькая, если я посередине ее раскрываю, она на скрепочке, то прямо посередине, с этой стороны, права человека, а ровно после скрепочки, механизм защиты прав человека. То есть 50-50. Надо не только закрепить права человека, но его реализовать. Комитет по правам человека, при экосос. И вот в этой второй части Европейской конвенции о правах человека, она регулирована, содержится механизм защиты. Этот механизм, Европейский суд по правам человека, Страсбургский, как он называет еще Страсбургский суд. Уникальная ситуация с 50-х годов. Но мы позже немножко ратифицировали. И то Россия, по-моему, впервые Россия, по-моему, СССР, нет, СССР не признавала, не признавала эту часть, только Россия признала, это еще в 90-е годы, признала Европейский суд по правам человека. Там возникла уникальная ситуация. Она очень уникальная для международного права. Идея такая, получилось, что гражданин Российской Федерации, ну это вообще кощунство, понимаешь, где сейчас это уже кощунство, знаете, может жаловаться на свое государство. То есть, он, да, вот, ну, кстати себе, вот, может, у кого-нибудь есть кошечки или собачки, вот собачка вдруг встала и сказала, я сейчас в суд на тебя обращусь. Знаете, вот собачка, вы ее кормите, поете, вот, выгуливаете ее, с кошечкой играетесь, а она говорит, а я сейчас в суд, встретимся в суде, думаю, в английском языке. Ну, это, вот, я думаю, для меня это так же удивительно, что произошло по этой конвенции. Встретимся в суде, появилась возможность человека обжаловать действия своего государства. И был введен специальный механизм. Механизм, видите, такая шестереночка. И это, здесь зашифрованы этапы обращения в европейский суд. Я подсмотрел, подслушал, вернее, что у вас по правам человека сейчас это идет. Как обращаться европейский суд по правам человека. Просто я сам несколько раз участвовал в этом суде, мне было бы интересно, на какие этапы сейчас развиваются. Итак, с чего надо начать? Кто может сказать первое? Обращение европейского суд. Подача заявления. Но чтобы подать заявление, необходимо знать, на что подать. А, ну, и значит, черпать все инстанции. Уже поздно. Это уже одна из самых последних. Соответствия, может быть, является ли, вот, то, что мы сейчас подаем, чтобы было рассмотрение европейского суду по правам человека, чтобы сразу не отклонили нашу жалобу. Ну, поясните. Ну, определенный порядок документов надо собрать, перечень. Это уже на юридическом плате. Что надо первоначально понять, пройдет или не пройдет? Я согласен, это в этом. Но что надо понять, пройдет или не пройдет? Право есть, как бы мы это собрали? Право, другим, ноги, два раза. Одним словом. Наличие. Давайте наличие, хорошо. Здесь наличие. Наличие. Вот в этой, вот до скрепочки, там права человека прописаны. И юрист должен сначала просмотреть и сравнить. Смотрит, например, является нарушением не отказ суда в допросе свидетеля. Вы смотрите свое дело и смотрите, нарушил суд. Не допросил ваших свидетелей? Не допросил. Все. Входит. А если, например, там, вы жалуетесь, что суд излишне жестоко наказал моего доверителя. Где здесь излишне жестоко? Смотрим, смотрим. Нет излишне жестоко. Значит, писать невозможно. Первое, что надо узнать, это соответствует ли то, что нарушено этой конверсии. То есть, посмотреть первую часть конверсии. Следующий этап, кто может? После того, как вы увидели, радостно увидели, а юристы всегда радостно видят, потому что у них, у некоторых есть такая компетенция, как интерпретация. Они смотрят текст и видят, что да, нарушено, и могут это доказать. Это компетенция интерпретации текста, понимание текста. Потом что делают? Подать жалобу. Что же сразу, далеко это, еще надо проверить. Это будет хорошо, конечно, до того проверили. Представляете, вы нашли, а потом смотрите. О, Россия не подписала. А, может быть, надо. Но данную конверсию мы подписали по европейскому главному человеку. Исходим из этого, ну там, до того, я думаю. То есть, государство подписало конверсию. Россия присоединилась к этой конверсии. И она сейчас действует. То есть, жалобу можно подавать. Ну, давайте, вы проговорили этот этап. Это, как я его обозначил, исчерпание. 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 Конвенция так говорит, она все-таки уважает национальное право и говорит человеку. Перед тем, как к нам приходить, ты дома все сделал. Твои права нарушены. Вот ты дома, ну, обратился ко всем, ну, все инстанции прошел. Вот если ты все инстанции прошел, то все хорошо. Не прошел, все свободно. Ты должен пройти дальше. Но у нас это касация. Касация, ну, это дело Калашникова, известно. Если касацию прошел, с момента касации, дальше можно уже подавать. Касация вам отказал, можно подавать. Следующий, это срок. Срок давности. Кто знает, какой сумеет? Шесть. С какого момента? С момента... С момента... Да, последнее решение, вот это когда эти были решены. И, значит, все остальные шестеренки, элементы шестеренки у нас... Я понимаю, что вы сейчас очень сильно взволнованы. Они очень радостные. Они обрадовались, что они будут наблюдать, как будут пинать другие. А, так. Они, понимаете, тут было такое, они бурь эмоций. То есть, таких радостных я их видел только тогда, когда они берут мне песни про международную правду. И то не все. А после моего прикода кто-то приходил? Нет. Нет. Мы сфотографируем, и все. Все остались. Итак, остальные элементы шестеренки я оставляю на права человека, что вы мне расскажете, потому что вы это будете... А подать я жалобу, все-таки, уже датно. Да, да, да. На каком языке? Английский, французский. На каком языке? На родном. На чем родном? На родном. Какой у вас раздых за это? Значит, вы будете на каком языке подавать? Так, удачи. Все по поводу международного права, прав человека. Мы сегодня рассмотрели, у нас было много или нет, потому что я пытался связать уже с тем, что вы знаете, с правами человека, привязать их к международному праву. Пожалуйста, один вопрос, какой есть аудитория, если нет, то мы завершим. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok